Всем привет дорогие друзья! Ну что, вот и минула прошедшая неделя и мы с вами вновь на YouTube канале про жизнь таксиста с порцией очередных свежих новостей из таксосферы. Итак, начнем. После нашего крайнего видео, которое посмотрели китайские руководители Диди, они пересмотрели всю ситуацию и объявили буквально несколько минут назад о том, что хотят остаться в России. Они посмотрели видео, учли свои ошибки и естественно поняли, что нужно делать. Они разгоняют всех вот этих вот лодырей, бездарей в российском офисе, которые привели компанию вот к тому краху, на котором она находилась, вот к той крае пропасти. Выгнали всех, без выходного пособия, уволили и теперь непосредственно со своего китайского офиса, вот с этим вот китайским прагматизмом, вот этой вот знаете китайской сноровкой, хваткой, они будут руководить сервисом заказа такси Диди в России. И вот тут-то мы верим, дело пойдет. Осталось дело за малым. Найти хорошего переводчика, который бы смог доносить наш менталитет и вот все, что происходит у нас в России на китайский язык. Потому что, конечно, языковые препятствия это единственное, что мешает сейчас зайти китайскому агрегатору на рынок, победить всех остальных, победить Ситимобил, поставить на колени Яндекс и, ну что, и озолотить всех водителей такси. Ну и нашим горячо любимым пассажирам предоставить вот тот сервис, которого они хотят, китайская машина на российском рынке. Автосервис такси 495 приглашает на техническое обслуживание автомобилей эконом и комфорт класса. Сертифицированный автосервис, собственный склад запчастей для ремонта вашего автомобиля. Имеется профессиональное оборудование, стенд-развал-схождение Hunter 3D. Кузовная станция, стапель, покрасочная камера. Замена масла 900 рублей, замена тормозных колодок 900 рублей, замена масла ВКПП от 1500 рублей, покрас одной детали от 6000 рублей. Скидки для корпоративных и постоянных клиентов. Обращаем ваше внимание на то, что сейчас идут постоянные рейды и проверки такси с участием МАДИ и ДПС. Участились случаи, когда инспектор фотографирует путевой лист и отсылает его на проверку. Сам по себе путевой лист не несет ничего, если не ведутся журналы. В МАДИ проверяют локацию вашего автомобиля в момент прохождения предрейсового и послерейсового осмотра. Если интересует легальная путевая документация, то звоните по телефону, указанному на экране. Несколько офисов в Москве. Стоимость на месяц всего 3000 рублей. Которые вы получаете легальный тех- и медосмотр. Помощь во всех государственных органах в прохождении проверок и отстаивании ваших интересов. Ну и в тот же момент вторая хорошая новость, друзья. Первая хорошая новость заключается даже не в том, что китайцы остаются, а в том, что они выгнали. Еще раз, да, вот как я смакую. Выгнали лодыри, бездарей, которые руководили всем сервисом, всем агрегатором, да, вот всем вот этим вот бизнесом в России. Ну, не тех людей наняли. Другое дело мы с Эдуардом Николаевичем. Могли бы, Эдуард Николаевич, поставить на нужные рельсы, дать заработать таксистам, комфорт шикарный, да, пассажирам. Могли бы мы вот это организовать? Однозначно. Ну что, китайские руководители, я думаю, что других кандидатов лучше, чем нас с Эдуардом Николаевичем, вам не найти. Ну а теперь вторая хорошая новость. Убер. Побежал Убер-то? Убер собирает смотки и уже оставляет даже людей, которые просто будут заинтересованы в уходе их без каких-либо моментов, чтобы все было чинно, гладко. То есть отправляет людей, которые будут смотреть за тем, как будет уходить Убер. А все те генеральные директоры, все эта верхушка Убера, которая находится сейчас, она в быстром режиме все собрала и уехала. А как они хотели? А как они хотели? Обдаивали водителей, обдаивали пассажиров, пропихнули нам свое вот это вот говноприложение Убер. Вы вспомните, таксисты, да, как без Убера можно было работать, зарабатывать, поскольку часов мы работали. И вот с приходом вот этого вот американского кровопийцы, денег-то у нас в кармане нет. Работаем, таксуем, ездим по 18 часов, пассажиры ездят, деньги, а сколько раз было даже со стороны пассажира, деньги с карты списали, там, поездка не осуществилась, какие-то появились вот эти левые боты, там, вот этот вот обман постоянный. Это все пришло вот с этим вот Убером, гнать его в шею отсюда, я считаю. Но хитрый Яндекс, здесь же у них совместное предприятие, да, для тех, кто не понимает, не знает, было же совместное предприятие на фоне этого. И хитрый Яндекс, смотрите, а он делает вид, что не отпускает Убер, то есть эти вроде свою долю пытаются там продать, то все. А хитрый Яндекс говорит, у нас сейчас проблема с кадрами, вот на этом фоне там вот это вот IT уезжают за границу, нам надо сохранить, ребята, то и все. Тоже по-своему, знаете, мозги ебут этим американцам, вот. И сейчас под шумок вот эту долю Убера-то они к себе, да, за копеечки, да, за копейки возьмут. За рубли, берем только за рубли. Да, те эти же говорят, блин, давайте за доллары, а мы не только за рубли. Вот, поэтому, друзья, ну, в таксах сфере давайте будем объективны, вот, позитивные новости, на мой взгляд, скоро будет все хорошо. А еще знаете, почему все будет хорошо? Вы посмотрите цены на автомобили. О чем это говорит? Раньше таксопарки, да, ну, буквально еще несколько месяцев назад, закупали эти автомобили пачками. Просто рынок был завален дешевыми автомобилями, в аренду захотел, там, пошел здесь, 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 взял. Там машин много, там, любой бренд. А сейчас что мы имеем? Цены на автомобили достигают каких-то космических пределов. Просто они, буквально любое, ну, любое корыто уже стоит несколько миллионов рублей. Это говорит о том, что при сегодняшней ценовой политике приобретать автомобили, тем более для работы в такси, ну, становится невыгодно никак. Тем более проблемы с поставками, перебои и все остальное. Это значит, что таксопарки вряд ли будут приобретать новые автомобили. И это для вас всех новая, свежая, третья позитивная новость. Вот, а самое главное, вот, вот эта вот красотка. Да я только уже 20-го накопил. Я могу так иду. Первые две мы разобрали. Все. Убер выгнали в шею. Китайцы, наконец-то, начнут управлять грамотно всей ситуацией из-за рубежа. Да, ну, может быть, сюда приедут к нам в Россию. Может быть, нам делегируют полномочия с Эдуардом Николаевичем. Мы это все возьмем в свои лохматые руки. У тебя руки лохматые, кстати? Честный человек. А у честных людей лохматые руки? Так я не знаю про лохматые руки. Еще хотелось бы передать привет лифту, который хочет тоже порасшириться. Хотелось бы ему тоже сказать, собираешь шмотки и все, вперед, куда-нибудь в другие страны. Заходите. Нет. Выходите, я сказала, я полицию сейчас вызову. Вы меня выгоняете? Мое мнение, вот, святое место пусто не бывает, да, по поводу автомобилей. Автомобилей спору нет, как бы, корейские качественные, BMW, там, Mercedes. Не хотелось бы делать рекламу, но китайские автомобили вышли на новый уровень. И даже по некоторым маркам Теслу загнули раком. И уже эта Тесла вообще, ну, как бы, по сравнению с китайскими автомобилями не идет ни в какое сравнение. И я считаю, что вот этот рынок замещения китайскими автомобилями будет быстрым. Я помню, когда в 2014 году я еще жил в Владивостоке и очень сильно лихорадило, лихорадило рынок, лихорадило экономику России. Но китайцы протянули руку помощи, и они свою маржу, которую они брали за те или иные товары, они уменьшили, чтобы не встали заводы их, заводы, и сбыт у нас в стране. И протянули руку помощи. Также я считаю, что, когда они говорили, что если в Европу не будет достаточно количества газа уходить, да, и остальных там нефтепродуктов, мы у вас это все остальное заберем. А если не будут брать, отключим газ. Также и с автомобилями будет так же. Мы будем ездить через год на китайских автомобилях, и будет все хорошо. Немножечко ремарочку сделаю. По автомобилям, давайте закроем эту тему. Реально цены не соответствуют, и в такси автомобилей станет меньше. Автомобилей в такси станет меньше, заработок у тех водителей такси, которые в этой сфере остаются, останутся, у которых будут автомобили, заработок вырастет. Позитивная третья новость. Ну и ремарочку вот по вот этим вот политическим нюансам, да, о которых сейчас Эд сказал. Бытует такое мнение, вот в, ну вот просто, да, в среде, что вот мы, значит, газ отправляем сейчас в Европу, вот так вот сделали, газ у нас поехал в Китай. Друзья, не все так просто. Почему сейчас на фоне всех событий, да, все равно газ продолжает уходить в Европу? Кто-нибудь об этом задумывался? Нашей экономике нужны деньги. А перенаправить этот же газ, да, и другие там природные ресурсы в Китай сегодня нельзя, потому что имеются трубопроводы, уже выстроенные, да, по которым идет. Вот по ним больше кубометров того же самого газа в Китай не может пойти, а новых трубопроводов нет. И, соответственно, пока новые трубопроводы не будут выстроены, мы больший объем наших ресурсов тому же самому Китаю продать просто не можем. Вот реальность. Ну, это вы немножечко в политику ушли с Эдом, это так я его, ну, немножко вот такую ремарку поправил. Что касается китайских автомобилей, то да, здесь рынок, конечно, легко будет замещен тем же самыми китайскими производителями, да. Были там Мерседес, БМВС, да, ну, там, китайские там. И цены будут приемлемы, и, соответственно, доллар и евро будем желаниями торговать, я тебе говорю. А вот про цены я бы поспорил, поскольку цены на те же самые автомобили упадут не скоро. И вот здесь для нас, для водителей такси, раздолье. Автомобили будут ушатываться, автомобили будут становиться меньше, а мы будем таксовать, зарабатывать бабки, хорошие бабки, потому что автомобилей будет меньше, таксистов будет меньше, и все у нас будет хорошо. Вот такие вот новости сегодня у нас, друзья. Ну, у меня, наверное, все, Эд, у тебя еще что будет? Я все-таки надеюсь на Китай. Китай заместит все проблемы, и все будет хорошо. Вот многие сейчас паникуют, все вот эти моменты, там, что-то выдергивают деньги из банка, там, ну, все. Зачем, как бы, расшатывать ситуацию, если ее можно, как бы, сейчас вот быстро починить? Она, сейчас все произойдет, да, и после этого все наладится. И у нас очень много партнеров в мире, которые могут заместить те же вот эти вот BMW, Mercedes и все остальные автомобили, да, и проблем не будет, и так же будем таксовать, все будет в порядке. Смотрим в сторону Китая. Наш главный партнер на сегодняшний момент, Диди, Эдуард Николаевич, готов возглавить компанию на территории России. Диди! Приди! Диди, приди! Эдуард Николаевичу позвони! Ваше мнение в комментариях, друзья. Давайте обсудим. Всем добра.